Возвращаемся на три недели назад и смотрим, как это было. Нужно упаковать чем-то. Здесь я очень такими аккуратными стопками раскладываю основные вещи. Быстро попью кофе, в 9 выезжаю. Ну, на самом деле наш отель находится у подножья горы. Пожалуйста, не приезжайте сюда. Кто это? Если вы в отпуск собираетесь, обязательно возьмите несколько вараманов. Итак, паста 8, салат 6, а осьминог 12. Прямо сейчас вы увидите, как мы с Родоса передвигались на Кос. Всем рекомендую воспользоваться паромом, если окажетесь в Греции и будете между островами передвигаться. В общем, у нас какой-то супер лакшери три. В общем, я доволен и здесь прикольно. Есть маленький секрет, который Иванов и Александр Федоров запрещают мне вам рассказывать, но я расскажу. Так, сейчас самое сложное. Это выбор фотки. Вот первая локация. Я собираюсь в спортзал. Все, сейчас я остыну. Я скажу, что будет дальше. Так, сейчас будет приключение. Будем идти по шатающемуся понтону. Вы не поверите, мы нашли это умопомрачительное озеро. Выглядит оно вот так. Давайте переключимся скорее на Амстердам. Вместе с нами погуляем по его потрясающим улочкам. Вау. Вау. Так, а мы, естественно, не могли не прийти на главную шопинг улицу. Я нашел потрясающий костюм. Смотрите, какое красивое плечо. В общем, мы пришли в гости. Олег живет в самом центре Амстердама. Вот это хрусталь звенит. Вот это вот. Так, у нас новый день, новое приключение в Амстердаме. Ой, красиво. С нами на проводе Александр Иванов. На проводе. На проводе, на алкопроводе Александр Иванов. И он сейчас ответит на вопрос, как ему Амстердам. Пожалуй, я отправлюсь на Мальдивы. А вообще, 4 свиньоны прилетели на Мальдивы. Савиньона. Савиньона плана. Кто это? Вот я так узнала, господи, да? Я не могу лопать мне всю неделю смотреть. Итак, мы сегодня проводим время на нашем собственном и необитаемом острове. Прямо in the middle of nowhere. У нас романтическая прогулка по острову. Классный сюрприз. Снапсир. Поздравляю. Обзор бьюти-средств запланирован. И прямо сейчас он случится. Все, мама. А, пуши. Вечно достается махать тряпками, подрасывать платье и раздувать волосы, да? Хотите секрет узнать, как мои волосы отросли так быстро и что за средства? Итак, смотрите. В принципе, забавно, что вы со мной полетите в отпуск. Амстердам. Кто это? Победа трясутся ручки. Ммм. 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 Боже. Класс. Всем привет. Я рад, что вы на моем канале. Это Рогов Лайф. Я Александр Рогов. Несмотря на то, что видео только началось, можете уже ставить лайки, подписываться. Конечно же, сегодня вас ждет, пожалуй, самый масштабный влог, который я и моя команда когда-либо делали. Надеюсь, ветер сейчас мешать нам не будет. Вам будет слышно все, что я говорю, и жаловаться вы не будете тоже. Я вам сегодня расскажу о своих каникулах. И начну я обратный отсчет, потому что сейчас вы видите мой последний день. Последний день моих каникул. Уже 21 день. Как вы видите, волосы отросли. Загар максимально впитался. Честно говоря, вот такой формат общения с камерой у меня впервые, когда за камерой нет никого. Я пытаюсь вас себе представить, кто из вас что сейчас делает. Кто-то, наверное, завтракает, кто-то ужинает. Кто-то, возможно, сейчас нянчится со своими детьми. Надеюсь, что этот формат вам тоже придется по душе. И вы поставите свои лайки и напишите мне свои комментарии. Возвращаемся на три недели назад и смотрим, как это было. Доброе утро всем. Я придумал новую рубрику. Она называется «В постели с Роговым». Как вам? Да? На самом деле я шучу. Вы смотрите мой новый влог. И у меня сегодня начался, я надеюсь, заслуженный отпуск. Нужно окончательно проснуться. У меня есть примерно 50 минут на окончательные сборы. Нужно упаковать чемодан. Нужно упаковать чемодан. Доехать до аэропорта Домодетова, хотя я его ненавижу. И улететь в Клицию. Кот. Что надо? Ай. Ну что, встаем. В принципе, забавно, что вы со мной полетите в отпуск. Здесь я расложил уже все то, что мне нужно взять с собой из средств для ухода. Как обычно, я собираю чемодан. Я понимаю, что очень многие из вас делать это не любят, боятся и до последнего откладывают. На самом деле, все очень просто. Нужно действовать следующим образом. Придумывайте, куда вы едете. И понимаете, что вы там будете делать. Туристическая поездка для прогулок. Значит, вы соберете одну одежду. Если это все-таки отдых тюленей, так сказать. Вы будете загорать, валяться на пляже, то вы будете собирать другую одежду. У меня три страны. Я лечу в Грецию, потом я буду в Амстердаме. И потом я буду на Мальдивах. Поэтому я понимаю, что две страны это все-таки поездка для того, чтобы купаться, загорать. И я, как обычно, надену две футболки и две пары шортов. И в Амстердаме будет несколько дней. Поэтому мне нужна какая-то одежда, в которой я все-таки смогу гулять, ходить по городу. Что я собрал? Сюда я положил тельняшки. Их я беру три. Они все три разные. Футболка, свитер и некая тельняшка с длинным рукавом. Здесь лежат футболки не для пляжа, а футболки для вечера. Здесь лежат вещи для пляжа. Футболка, в которой я могу дойти до пляжа. И еще несколько вариантов таких же вещей. В общем, я полечу. Это будет удобная простая белая футболка и спортивные брюки. Здесь лежит все, что я буду использовать на пляже. Это мои плавки. Это мои разные плавки и белье. Здесь несколько нарядных вещей, потому что я люблю вечером на ужин наряжаться. И не хожу на ужин в том, в чем я весь день валялся на пляже. Поэтому ужин для меня это праздничный выход. Вот такая пижама Дрис Ван Ноттен. Вот такая пижама Версачи. И еще одна пижама Дрис Ван Ноттен. Здесь у меня лежат нарядные брюки. Две пары, одни в морском стиле, клеш, другие розовые, мои любимые. И джинсы, потому что джинсы уместны всегда. И здесь лежат шорты и спортивные брюки. И здесь лежат только одни шорты, в которых я буду ходить на пляж. Остальные шорты, это все-таки тоже шорты для завтрака, шорты для похода на обед или для похода на ужин. И несколько рубашек. Как только вы поняли, в чем вы будете там ходить, что вы будете носить и что с чем сочетать, это тоже важно. Потому что, смотрите, я, например, беру одни шорты, вот такие джинсовые. Я знаю, что они подойдут и к этой рубашке, и к этой рубашке. Я их надену с тельняшками. Я эти же шорты могу надеть с футболками. Так же, как я беру здесь розовые брюки и понимаю, что я надену их тоже с этой тельняшкой и с серой футболкой, и с белой футболкой, и с черной. Это будет смотреться классно. Здесь я беру спортивные красные штаны вот эти. И у меня от них есть красный верх, и они классно будут смотреться с футболками и даже с той же самой тельняшкой. То есть, все, что вы берете, должно быть взаимозаменяемым и сочетаемым друг с другом. Тогда у вас получатся действительно классные наряды и простые, и удобные. Я же не взял с собой сейчас свои костюмы брючные, потому что там они мне точно не пригодятся. Я не беру с собой какие-то сложные вещи. То есть, все достаточно просто, но при этом очень четко комбинируемо друг с другом. Обувь тоже самая, белые кеды подойдут ко всему. Шлепки с пчелами подойдут и для пляжа, и вечером я их могу надеть и с джинсовыми шортами, и с шортами в полоску марни. То есть, вариантов, в принципе, по комбинированию достаточно много. Мне вчера казалось, что я идеально собрал вещи, а сейчас мне кажется, что чего-то не хватает. Так, я в панике. Нужно быстро проанализировать. В чем на пляж ходить есть? Футболки, трусы, шорты. В принципе, это основное, зачем я туда лечу. Тельняшки, костюмы, это вечер и одежда для фоток. Это тоже важно, потому что если вы собираетесь сделать фотографии для Инстаграм, подумайте еще и о том, в чем вы будете. Сейчас чихну. По традиции я снова чихну при вас. Ладно, нормально. Так, переносные всякие сумки мне не нужны, особенно, поэтому я возьму две поясные сумки. Вот эту Prada и вот эту Louboutin. И возьму сумку пляжную, вот эту сумку Burberry. Но, опять-таки, как показывает практика, на пляж я практически не беру, но пусть будет. Окей. С одеждой разобрались. Если что, буду наряжаться не как обычно. И обувь, в чем я могу дойти до пляжа, это будут вот такие шлепки с пчелами Gucci и вот такие шлепки Balenciaga. И у меня есть еще с собой нарядные тапочки, которые я смогу надеть вечером. И еще одни тапочки с мехом. И возьму, конечно же, с собой белые кеды, вот эти, кстати, с Antony. Они симпатичные, и здесь кожа с перфорацией, легкие. Я вот, собственно, только на море их с собой и беру. Как только с одеждой и обувью я разобрался, нужно подумать о двух вещах. Это плавательные шорты. Я о них подумал. Нижнее белье. Я о нем подумал, но, опять-таки, я знаю себя точно. Я возьму сейчас три мешка трусов, надену в итоге три пары из них. Идти мне подробности пошли. Так, все. Мамочка. В общем, я решил записать влог, а мне выезжать через 20 минут. Я беру с собой много книг, потому что я ее лечу надолго. Здесь Елена Долецкая у меня. У меня здесь несколько маленьких рассказов. У меня здесь рассказы с лужанки. Юнезбе, которые я все никак не могу дочитать. Мои витамины, которые я буду пить. Косметичка и еще одна в ванной. Зарядное устройство для камеры, которую сейчас я держу в руках. Мой любимый Айкос. Возьму я их несколько. Телефон обязательно полетит со мной сразу. Зарядное устройство. Вот я его тоже сразу с собой взял. Еще мне нужны будут средства для загара. И они у меня лежат вот здесь в пакете. Это Санта-Мария Новелла. Да, кот, я уезжаю. С тобой будет Лена Немцева сидеть. Так, по чемоданам. Я путешествую с чемоданами Бремова. Честно, были раньше чемоданы Самсонайт. Но мне с ним не везет. Они все время ломаются. У меня лично отваливаются колеса. Отрываются молнии. Итак, теперь нужно все очень четко и очень просто и компактно разложить. Я использую одно отделение чемодана для всех вещей. Второе отделение чемоданов я буду использовать для обуви. Часть обуви пойдет со мной в ружиной клади. И потом все буду очень компактно раскладывать. И использовать каждый миллиметр чемодана. Как вы заметили, вещи я тоже заранее подготовил, все их разложил по группам. Я не люблю, когда складываются все такими квадратиками. Мне наоборот нравится, когда вещи максимально широко по чемодану распределяются. Прямо вот так раскладываем. Что-то из вещей можно чуть-чуть свернуть. Тельняшки. Игра в пазлы. Нужно вот так очень все плотно положить. Так, по ощущениям, мне кажется, у меня все влезет нормально, без проблем. Потому что, несмотря на то, что лечу я надолго, вещей на самом деле нужно мне не так много. Так, самое главное, не заболтаться тут с вами и не набрать... Ну, лишнего я не наберу точно. Не забыть что-нибудь. Так, пляжные футболки пойдут у нас сюда. В общем, если вам меня не видно, я не виноват. И еще я забыл важный момент. Я планирую вернуться к спорту. Потому что последние полгода график был таким плотным, что в спортзал я не ходил. Сейчас улетаю на достаточно большой период времени, поэтому на спорт походить получится. Я беру с собой свои кеды спортивные. Это найки. Носки найки. И здесь у меня тоже уже собраны вещи для тренировки. Это обычные спортивные леггинсы мужские. И футболка. Больше мне ничего особенного не нужно. И не распихивайте все по чемодану как-то не в попад. Сделайте так, что у всего есть как будто бы свое место. И вы когда будете чемодан распаковывать, вам будет тоже гораздо проще с ним обращаться. И по ходу действия чего-то можно тоже отказываться. Я, например, сейчас понял, что я положил себе слишком много плавок. Мне будет достаточно вот таких бордовых, красных и черных. Кстати, они новые. Буквально вчера зашел, купил себе плавки. Захотелось обновить арсенал. В этот чемодан обязательно должна влезть косметика, потому что я не смогу ее взять в ручной вкладе. Косметики достаточно много и для загара, и уходовая. Все это положу я тоже сюда. И не пугайтесь, что когда вы упаковываете чемодан, у вас обе половинки такие с горками. Как только они будут складываться, и вы сможете на чемодан сесть сверху, он застегнется непременно. Обязательно помните еще о том, что есть ограничения на провоз. Я, например, лечу, и у меня будет возможность взять чуть больше. Если у вас такой возможности нет, сразу анализируйте, сколько примерно килограммов ваш чемодан на данный момент, чтобы потом не пришлось позориться на стойке регистрации и выкладывать что-то, и перекладывать. Здесь я очень такими аккуратными стопками раскладываю основные вещи. Здесь для пляжа, это для пляжа часть обуви. Вот эта обувь, скорее всего, пойдет сейчас в ручную кладь. Теперь нужно взять косметику и тоже ее вот так буквально распределить по чемодану. И самый важный совет, не забудьте ваш паспорт. Паспорт не забыл, куда ехать знаю, в какой аэропорт ехать знаю. Один чемодан я уже упаковал, в итоге все вместилось идеально. В этом чемодане у меня лежит обувь, еще одна поясная сумка, очки. Это тоже важно, забыть очки, очень страшно. Здесь сумка, которую я беру с собой. И все, можно переодеваться, быстро попью кофе, в 9 выезжаю. В отпуск. Боже, что я делаю? Я вот с вами заболтался, пока чемодан собирал, и в итоге в какой-то панике ехал в аэропорт. Забыл записать выход из дома, забыл записать в такси. В общем, все забыл. Ой, спасибо большое, это вы мне кричали, да? Нет. Видите, какие люди хорошие, друг другу помогают. Спасибо. Посадочный свой уронил, мне кричат спины, ваш посадочный, а я не слушаю, с вами болтаю. Спасибо. Ну что, посадки, смотрю любимое шоу. Вот такой у нас тут на Родосе крутейший отель. Пожалуйста, не приезжайте сюда, потому что я не хочу, чтобы это место стало слишком популярным. Вот мой чемодан, уже распакованный полностью. Все вот в таком виде хранится. Но разбирать его сейчас бессмысленно, потому что в этом отеле мы на три дня, и развешивать все вещи как-то супер аккуратно. Я не хочу. I am Russian now, Russian now. Смотрите, кого я встретил, у бассейна. Кто это? Здоровайся. Здравствуйте. Всем хорошего дня. А где ты? Я на острове Родос, в отеле Казахкук. Куда ты идешь? А можно вопрос? Куда мы идем? Смотрите, как тут красиво. На самом деле, я обожаю горы. Это выглядит эпично. Новый герой нашего влога. Как тебя зовут? Рыбка. А я рыбка. А можно вопрос? Да, можно. Откуда ты пришел? Привет. Я хотел вам рассказать о том, чем мы питаемся, потому что я начал читать ваши комментарии в инстаграм, о чем вам рассказать из отпуска. И забыл. Но в итоге, один из вопросов состоял в том, чтобы я рассказал вам о том, чем кормят Греции, и вообще, где мы находимся, и сделать даже отель по нашему туру. Ой, тур по нашему отелю, в котором мы живем. Мы сейчас в сети Казахук. Один из отелей находится на острове Родос, где мы сейчас, а другой находится на острове Кос. Мы туда тоже отправимся, я возьму вас с собой в путешествие. Возьму же? Да, да, да. Сервис специфический, потому что они не убирают тарелки. Даже если это доел, потому что они любят это ощущение легкости. А я же не жалуюсь, я думаю, что это необычный подход. А если в Москве тарелки убирают сразу, как кто-то поел, то здесь они могут долго стоять, и могут там хлебушком макать в остатки соуса. В греческий салат здесь всегда кладут вот такие вот подсушенные хлебушки, и мне даже кажется, что этот хлеб просто ломают на части и сушат на греческом солнце. Здесь также у нас маслины, оливки, сыр фета в шариках. Можно его разломать, и он будет весь по салату распределяться. Здесь у нас помидоры, и откуда-то еще взялась морковь. Но в целом вкус салата она не портит. И я люблю сюда еще наливать немного оливкового масла, немного бальзамика, для того, чтобы вот эти хлебушки размокали. Тогда будет очень вкусно. Просто спагетти с помидорами, и неожиданно, что здесь вместо пармезана тоже фета. На вкус очень прикольно. Спагетти неправильно есть. Не с ложкой, как принято в России. Вам спагетти приносят ложку. А просто вот так вилкой на краю накручиваете. Это высший пилотаж. И потом вот так. А Иванов здесь питается вот такими... Кто это? Осьминоги. Осьминогами. Причем вот такое блюдо с достаточно большим щупальцем является закуской здесь. Итак, паста 8, салат 6, осьминог 12. Вот так. А пиво почем? Пиво 4,5. Пиво 4,5 евро. Ну, на самом деле, наш отель находится у подножья горы. Я вам ее еще покажу. И море от него на расстоянии сколько? 20 километров? 20 километров. И вот мы сейчас решили пройтись пешком до моря. Ладно, про 20 километров я шучу. Говорят 500 метров. А, еще важная фишка отеля. Он child free. В этот отель нельзя приезжать с детьми. Только не подумайте, что я против детей. Честно, когда хочется отдохнуть, дети, это все-таки помеха. Представляю уже, сколько комментариев по этому поводу напишут. Простите. Привет! Это все для Бонапарта. Мороженка. Вообще, Бонапарт, смотри. Здесь же просто одно мороженое. Одно на одном, другое погоня. Кстати, самый вкусный этот Магнум. Это вообще невозможно. Белый. И белый, и вот этот карамельный какой-то. И вот этот прям Магнум. Это самое вкусное мороженое. Я очень люблю вот такие вывески. И меня они вдохновляют на всякие фэшн-съемки. Представляете, что там ставила бы девочка в каком-то кутюрном платье. На фоне гора. Надпись супермаркет. А я не подойду туда? Ваня, хватит лезть в мой влог. Я тебя вырежу. Я люблю отдыхать в Европе, потому что все здесь такое чуть-чуть задрипанное, в хорошем смысле слова. Какое-то такое небрежное. Мне очень нравится европейский отдых. И вообще, я обожаю Грецию. Вот вы придурки, а. У нас в отеле так классно, а здесь прям, ну вот что это. Конечно, везде, где побывали люди, в итоге такая грязина. Так, я бегу к козам. Надеюсь, что я их не спугну. И козы здесь реально повсюду. Класс. А я надеюсь, они за мной не побегут. Ой, это очень прикольно. Привет, козы. Белая, красивая. Ай. Они везде. Они едят и срут. Козье говно, да. То есть я по ним бежал. Хорошо, я был не босиком. А я говорю, по травмам. Козы по-траншему идут, ходят по горам. Да, мы тоже видели. Они вот там скачут, прям по горам. Ну еще вот тут. А ты такая писительная, ты откуда? Из Москвы. Да, мы тоже из Москвы. Привет. Привет. Я не видела. Не видела? Ну, Москва большая, вот и не видела. А родители твои где? Папа плавает с братом, а мама вон там. Мама вон там. Ну, ты беги к маме обратно, то с чужими дядями нельзя разговаривать. Она тебе рассказывала? Ну, я побежала. Смешно, я люблю общительных детей. Ну, я побежала. Вопрос в зал. Вам хотелось бы прокатиться на этих горках? Но я что-то не хочу. Тем, кто хочет в аквапарк и не живет в этом отель, вам на помойку. Ну, это реально въезд на какую-то говнопомойку. Они классно сделали, что невозможно попасть туда, да? Зато мы сделали контент классный, что мы хотим попасть в аквапарк. А как туда попасть, мы не знаем. Ой, смотрите, зато вот контент. А это тетя Моти, прессуя тело. Ой, фу, вонь. В общем, я читаю ваши комментарии под моим постом, что вы хотите видеть в этом влоге. Все пишут о достопримечательностях каких-то, о том, что надо сходить что-то посмотреть. Вот я вообще не хочу ходить что-то смотреть. Мы живем в таком красивом отеле. Мы найдем вход, узнаем, сколько это стоит. И что в о том? И решим на месяц. Стоит ли платить? 40 евро за аквапарк. А чего в аквапарк? Ну, в общем, я слился. Потому что участвую я не во всех аквапарк, особенно если очень долго надо что-то искать. Я сливаюсь. Но, возможно, Иванов с Ваней. Иванов и Ваня. Смешно, кстати. На телефон запишут свои катания на этих горках. И мы сюда их вклеим. Ну что, где ваше видео, как вы катаетесь на горках? Мы не покатались. В смысле? Потому что мы пошли, узнали на ресепт, что только стоит кататься на этих самых четырех горках. И сколько стоит? 65 евро. Да ладно? Для того, чтобы покататься на горках, нужно приобрести браслет, все включено, и тогда можно пользоваться всеми услугами отеля, и будет номер. То есть ты должен купить ночь? И переночевать там, если ты можешь. То есть ты должен покататься на горках вонючих, еще переночевать в этом отеле и поесть там, да? Да, и напитки включены. Класс! Новый день, новые заботы. Новый день, новые секреты. В общем, неожиданно в июне на Родосе, по прогнозам, дожди. С этой стороны небо голубое, а вот с той стороны, из-за гор, к нам идут тучи, к нам идут тучи. Мишель Уэльбек, платформа, рекомендуешь? Там много всяких интимных, скабрезных сцен. Вот с такой не любишь? Нет, но я считаю, что это должно быть место в литературе, но некоторые же, наверное, не смогут такого читать. А там прям про писси? Про писси, да. Про сисси? Про члены. О, сексуальный туризм. А, на самом деле мы в какой-то степени читаем сейчас с Ивановым похожие книги, потому что я заканчиваю читать «Тараканы» и «Юнеосбе». И на самом деле мне нравится этот автор, если вы в отпуск собираетесь, обязательно возьмите несколько его романов. Но вот «Тараканы» не самый его удачный, я за «Снеговик» и за, вы помнишь, там про этого еще было? Про наркотики, да, «Скрипка». Вот «Снеговик» и «Скрипка» мне нравятся. Скрипка. Призрак, по-моему. Или «Призрак». Ну, в общем, там про скрипку. В какой-то степени мы читаем похожие романы здесь про секс-туризм в Таиланде. И у Иванова тоже про секс-туризм. Где? В Таиланде. Мы с тобой сейчас переносимся в одно и то же место. Все, продолжаю читать ваши комментарии под моим постом про влог в Инстаграм. Вы, конечно, такие странные вопросы мне задаете. Рассказать о том, во что одеваются на Родосе. Что за глупость? В трусах, да в шортах и в майках все ходят. Вы мне рассказываете и просите сообщить о том, куда мы... Будем ездить, смотреть достопримечательности. Ребят, какие достопримечательности на Родосе? Ну, они есть наверняка. Город и горы, и можно куда-то отправиться. Поцелуй двух морей тут есть. Поцелуй двух морей здесь, вот говорят, тоже имеется. Но я вообще не про достопримечательности, честно говоря. Поэтому из этого влога о достопримечательностях вы явно ничего не узнаете. На природе это что-то удивительное. Вот там еще голубое небо, а здесь грозовые тучи. Отгадайте, гроза началась. Гроза миновала. Класс! Вам же слышно? Ну что, обещали грозу? Получайте грозу. Это реальная настоящая гроза. Класс! Я впервые был на острове Родос. Мне Греция нравится из-за еды, мне Греция нравится из-за погоды, из-за климата, из-за того, что там постоянно ветер, всегда солнечно, очень приветливые люди. И в Греции я себя чувствую максимально комфортно и расслабленно. Итак, остров Родос, честно, мне понравился не очень. Слишком он туристический, слишком много людей, несмотря на то, что отель уникальный, особенный, и выглядит очень круто. Находится он среди других достаточно посредственных отелей, в которых отдыхает огромное количество туристов, с детьми, все визжат, орут, кричат, а мне это было совершенно не нужно. На Родосе я получил то, что мне было надо. Все, кроме моря, потому что к морю мы сходили однажды, больше туда не возвращались. И с Родоса, попрощавшись с нашим товарищем Ваней, который отправился в Москву, полетели, я хотел сказать, на самом деле мы не полетели, а мы поплыли на остров Кос, на котором я был уже неоднократен, но, честно говоря, поездка на пароме на Кос меня очень пугала, потому что я не понимал, правильно ли мы купили билеты. И в итоге за вечер до отправления туда мы поняли, что билеты мы купили неправильные, билеты мы купили на другую дату, пришлось покупать новые. Я не знал, что такое паром, правильные ли билеты, где мы там будем сидеть, ждать, стоять, потому что у меня есть плачевный опыт передвижения на паромах, на Бали. Это был такой, знаете, полусгнивший, прогнивший паром для местных, с дырками в полу, и было достаточно страшно. Но паром до Коса оказался суперкрутым, парому я посвящаю отдельную часть этого влога, так что прямо сейчас вы увидите, как мы с Родоса передвигались на Кос. Всем рекомендую воспользоваться паромом, если окажетесь в Греции и будете между островами передвигаться. Ну что, гроза закончилась? Да, мы можем идти. Так, гроза закончилась, и закончилось наше пребывание в отеле Казакук на Родосе, и мы едем в порт. Я, правда, жутко волнуюсь, что мы не найдем нашу лодку, но я надеюсь, что мы ее найдем, поплывем на Кос. До встречи! Я влогер. Хочу рассказать моим зрителям, что у нас очень общительный водитель. Он уже 20 минут тричит по телефону без умолка. Орет. И теперь мы делаем вот, что брики очень общительные. Да. По телефончику, ладно? Я вот, кстати, вообще не люблю разговаривать по телефону. Делаю это крайне редко. В самых необходимых случаях. Обычно я общаюсь по мессенджеру, ватсап или смс. Этого более чем достаточно, чтобы объяснить, что тебе нужно, и построить беседу. И к тому же у тебя вся переписка сохраняется. Можно посмотреть, о чем вы разговаривали, и кто кому что в итоге обещал. Так что... А можно я расскажу историю, что ты купил билеты Нити? А, сколько лет? Или ты сам ее расскажешь? Нет. Нет? На самом деле, вчера за ужином я попросил Иванова чекнуть, откуда отправляется наш паром. И в итоге вчера вечером выяснилось, что наш паром, на который мы купили билеты, отправляется через неделю. А нам нужно уехать сегодня. Теперь путем что-то там с датами. Вообще по этой поездке все было как-то странно. И билеты мы хотели купить на кос, а в итоге случайно купили на Родос, поэтому пришлось ехать на Родос. А с Родоса теперь на пароме мы поплывем на кос, и билеты на кос мы купили тоже не те. Осталось проверить, купили ли мы правильные билеты во все остальные направления, куда мы летим. Но будем проверять по ходу действия. И сейчас, если будет время в кассе, я спрошу, можно ли вернуть деньги за неправильные билеты. I will try to explain it in my bad English. Меняешь билетики? Нет, забираю эти. А? Забираю эти. А тебе будешь спрашивать? Ты будешь спрашивать. Ну, accidentally we bought two times the tickets. And two tickets are for the wrong date for 27th of June. А? For which day? For 27th. Okay. Can we... Can we... Yeah, we want to just take money back. Cancel it? Yeah, because it was wrong date. And we had to buy new tickets for today. Ну вот, все, денежки получим обратно. Сейчас еще 100 метров проедем. У нас какой-то очень болтливый, но при этом очень вежливый водитель. И все, и будем ждать у моря погоды. Потому что я еще об одной важной особенности своей вам расскажу. Я жутко всегда... Да, морская болезнь. Я жутко боюсь всегда опоздать, неважно куда, на такси, на машину, в аэропорт, куда угодно. Поэтому всегда приезжаю заранее. Вот наша лодка в 4 вечера, а сейчас половина третьего, прости господи. В общем, мы будем сейчас где-то ждать. Ну, кстати, возможно, из-за того, что лодка уже пришвартована, нас просто пустят на территорию. Будем там? This is the entrance, yes? So they will just let us... Leave it down there. Yeah, ok. Но все? Yeah. So how much for the transfer? 42, please. Bye! Боже, какое огромное пространство. Боже, это целый город. Это просто огромный город внутри. Сейчас мы ждадим багаж, все сделается в будущем. А-а-а, смотри, там на фосе едет, а потом дальше он, видимо, на Сан-Сарине куда-то едет. Все-таки нарядные. Прям какой-то симпатичный, симпатичный корабль. Вон что, а сколько стоил билет? А на техобильку теперь 51 евро. 51 евро стоит один билет, а на двоих сто два. Там около 26 пол. Нет, есть и дешевле билеты. Мы купили самые дорогие, потому что мы вообще не понимали, как их покупать. Я сказал, бери самый дорогой, там разберемся. В общем, надеюсь, что сейчас будет как-то очень симпатично и прикольно. Ну, в общем, у нас какой-то супер-лакшери-трит. Смотрите, мой чемодан несут. Мы тут идем. Здесь можно сделать покупки. Там очень симпатично, да, там очень симпатично на палубе, и мне кажется, что... Можно набухаться вот тут. Айванов такой, давай, есть быстрее, надо обедать, там негде будет есть, мы плывем на ржавой лодке, а мы, вон, оказывается, как симпатично тут путешествуем. А вот, это, собственно, Родос, старый город. Вау, это как флэт. Кто-то звонит на тебя. Я не знаю. Вообще, смотрите, это целый дом. Ой, ну слушайте, господа, это на самом деле очень прикольно. Мне еще понравилось, что можно зайти сразу на корабль и ждать на нем, а не сидеть там где-то в кавосборнике, в кавоприемнике и ждать, пока тебя пустят на корабль. Смотрите, тут вот как симпатично. Можно даже помыться. Привет всем! В общем, я доволен. Я вообще супер-влогер и здесь прикольно. Ай, все соленое. Все, смотрите, вот так я себя пустил. Смотри, это соль. Вот. Потому что вода соленая. покрыли. А-а-а! Класс! Смотрите, мы отходим. Всем пока! продолжаем экскурсию по нашему огромному кораблю. Вот это палуба самая недорогая. здесь здесь прям можно курить, бить. И все прям здесь происходит. Орать можно. Здесь всякие штучки, всякие снеки можно купить. А параллельно вот сидят болельщики, смотрят футбол, кто-то рубится в карты. В общем, прям вот эконом-вариант. если у вас будет возможность путешествовать когда-то вот по такому большому корабле, не упускайте эту возможность, это правда интересно. Те сами спустились, сами взяли свой багаж, кто чей взял, никто не проверял. Просто опустили вот такой трап, мост, и пожалуйста выходите на свободу. Кто-то выезжает прям на байке, кто-то за рулем своего автомобиля. Удивительный сервис, мне понравилось. Это было прикольно. Ю-ху! Мы нашли такси. В общем, с такси, конечно, все не очень удобно, потому что таксистейшнс нет прямо у прибытия и пришлось тащиться по пересеченной местности практически. Но мы справились. Я себя даже почувствовал чуть-чуть участником шоу Орел и Решка. Мне нужно было ходить спрашивать у всех, где взять такси. Меня все посылали, говорили, что вызывать такси не буду, потому что самое простое это подойти в кафе и попросить в кафе вызывать такси. В общем, мы не отказались, но таксистейшн такая неприметная в общем вот такие номера, несколько номеров одновременно с общим бассейном. Вы соседний. Вы соседний? Хорошо, что мы через стену. Ну, очень меньше, мне кажется, с отелью, да? В общем, Каза Кукна Косе получает от меня десятку. Очень классно. А на Родусе девятку, да? На Родусе восьмерку. А сейчас уроки позирования. Пусть и всегда параллельны вашему фотографу и делайте все позы параллельно тому человеку, который вас фотографирует. Еще, например, солнце напротив меня, поэтому будет красивый кадр и всегда лицом ищите солнце. Не позируйте вот так. Видно и красиво. Позируйте вот так солнце. Какая красота! Я надеюсь, что камера отображает ту красоту, которую мы видим. Супер! Просто супер! Посмотрим, ничего, да? Этот отель стоит на таком пустыре. Вообще, красота невозможная. я надеюсь, что вы будете смотреть этот влог и не будете думать о том, что я над вами издеваюсь, а будете мне благодарны, что я вас беру с собой в такие невероятно красивые уголки. есть такая романтическая музыка должна пойти, но в нашем влоге нет музыки, поэтому ее не будет. Класс! Двойная задача сделать супер-фотку и прыгнуть супер в море. Так, вы у меня еще спрашиваете, как сделать классную фотку, такую же классную, как у меня в инстаграм. А рассказывайте секрет приложения, на которое ты делаешь фотки. В общем, Иванов делает контент и вообще вы поняли, да, что на этом вы видите только мою голову, потому что снимать меня никто не хочет, в итоге я сам хожу с камерой в руках. В общем, Кирилл Бонапарт и тебе не хватает. Жалко, что ты у нас пока не вылезной. Есть маленький секрет, который Иванов и Александр Федоров запрещают мне вам рассказывать, но я расскажу. Это такое приложение Foodie, приложение для фотографирования еды. Но вот если при помощи этого приложения вы сфотографируете себя, то получится тоже классно. Там очень удобные фильтры, пользоваться этим приложением очень удобно. И очень многие фотки из моего инстаграма, из инстаграма Иванова и Александра Федоровой сделаны именно на это приложение. Сразу ярко, контрастно и классно. Плюс в этом приложении можно обработать уже какое-то имеющееся фото, сделанное без этого приложения. Потом, конечно же, это FaceTune. Я, честно говоря, не злоупотребляю, но можно там брать себе какой-то прыщик, где-то живот чуть-чуть сделать поменьше, потому что в момент самого классного я вдохнул, например. Кто-то себе там увеличивает и удлиняет ноги, кто-то делает прическу пообъемнее. Я ничего страшного в этом не вижу, все-таки фото для Инстаграма это такие идеальные снимки. Половину своих фотографий я обрабатываю прямо в Инстаграм. Это очень просто. А теперь поговорим об идеальном снимке. Вот что такое идеальный снимок? Желательно, чтобы в этом снимке была концепция какая-то. Ну, например, где вы находитесь, что вы видите. Идеальным снимком может быть обычное селфи, идеальным снимком может быть просто какой-то снимок вашего образа или какая-то настроенческая фотография. В общем, вы решите, что вы хотите от этого снимка получить, если это селфи, ну, соответственно, делайте селфи, найдите свой угол правильный, порепетируйте и будете в итоге получать классные крутые картинки. В общем, если это ваш лук, то сделайте просто так, чтобы ваш образ полностью был видно и можно, например, найти какую-то интересную локацию, место, где вы будете делать снимок, который будет классно сочетаться с вашим образом или наоборот быть слишком контрастным к этому образом. Может быть по цвету что-то может там пересекаться. Примите такую позу, чтобы одежда максимально выигрышно смотрелась. Можно просто перед камерой чуть-чуть так появляться, повертеться и тот, кто вас фотографирует, в итоге сделает тот самый идеальный снимок. Делайте снимков много, потому что, чтобы вы быть тот самый один, нужно сделать иногда 20, 30, 40, 50 снимков. Или концептуальный снимок. Вот, например, на отдыхе классно работают именно концептуальные истории. Я специально надел тельняшку. Купил, кстати, тельняшку прямо перед отпуском за день до отъезда в ЦУМ Дисконт. Это тельняшка Валентина. Стоила она порядка 80 тысяч. Я купил ее за 20. На мне давно с ней шорты, которые когда-то купил, кстати, в Греции на Миконосе. Это шорты Дискварет. На мне белые простые вот такие кеды. Я, кстати, смял пятки, потому что они мягкие. Мне в них так удобнее. Это бренд Сан Тони. Совершенно не свойственные моему гардеробу, но они удобные. Я их всегда беру на море. В городе не ношу вообще, потому что они для меня выглядят как-то по-курортному. И еще я стырил очки у Иванова. Это очки Сен-Лоран. Серферская серия. Очки похожи на те самые очки, которые когда-то носил Курт Кобейн. В принципе, все я вам рассказал. Теперь дело за концепцией. Здесь концепции может быть несколько. Либо, например, смотрите, пустынный пляж. Я сейчас вам покажу. Вот смотрите, пустынный пляж. Я могу стоять где-нибудь на этой дорожке или по ней бежать туда. Сбоку будут песчаные дюны и, например, вот эти сухие крыши. Сиденья. И, соответственно, если кадр сделать снизу, а я залезу наверх, то тоже получится симпатичный. Еще мне очень-очень нравится вот этот пустынный пейзаж. Смотрите, там такие обрывы все в сухой траве. И вполне вероятно, мы отправимся сейчас именно туда. Видите такой песчаный угол? И если, например, все, что вокруг этого угла отрезать, ну, будет такая песчаная дюна, входящая в море. Там тоже можно на краешке встать. Тоже может быть симпатично. Нет? Ну, в общем, не получается эта локация. Будем другую искать. Если вы подписались на кого-то и вам эта личность интересна, будьте добры, ставьте лайки и комментируйте, потому что это правда очень-очень важно это стимулировать на новые победы. Боже, кошмар какой, да? Ну, вот это еще ничего, она смешная. Ну, давай. Ну, вот. Мы попробовали три концепта, ну, вот это хорошо. Важный момент во время фотографирования. Посмотреть промежуточный результат, сделать выводы и повторить еще. Мне надоело бегать, Иванова надоело фотографировать. Сейчас сядем в темное место и выберем фото. Ну, я надеюсь, вам понравился наш поход к морю. Как минимум, был достаточно продуктивно. Солнце приятное. Ой, солнце супер. И еще важный момент. Если вы сделали не очень удачное фото или у вас получилось несколько классных, выберите лучшее для ленты в Инстаграм, а все остальные запостите в виде сториз. Туда можно все, даже то, что получилось не очень, на лицо себе какой-нибудь стикер налепить и будет весело и классно всем вам, вашим друзьям, родственникам и близким. Так, сейчас самое сложное. Это выбор фотки. Вот первая локация. Собственно, тут три варианта. Очень далеко все это было, хотя в целом могло бы сработать. Но сюда мы можем вернуться. Маленький ребеночек на взрослом диванчике. Так, это можно... Ну, тут может быть, есть что-то, что может обнаружиться случайно, потому что случайные снимки тоже бывают. Вот, например, какой-нибудь вот такой. Что-то же в этом снимке есть. И вот второй вариант, самый долгий, потому что мы уже локацию нашли и нам она нравилась. Это, собственно, пробежка. Смотреть, сколько раз нужно сбегать, для того, чтобы получился идеальный снимок. Этот снимок будет в моем инстаграм. Я собираю спортзал. Хожу в спортзал каждый день на отдыхе. И перед походом в спортзал выпьем карнитин. Это специальное средство, которое ускоряет сжигание жира. Мой пока не сжегся. Но перед тренировкой я это в любом случае делаю и на беговой дорожке. Когда ты бежишь по дорожке весь мокрый. Вот, собственно, налив воды, положил туда шипучую таблетку. Сейчас дождусь, пока напиток будет готов. Вы у меня спрашивали, как я умудряюсь каждый день ходить в спортзал. Как у меня хватает сил. Вы знаете, я к походу в спортзал на самом деле отношусь как к какой-то невероятной благости и невероятной возможности. Потому что в Москве в спортзал я практически ходить не могу. У меня очень плотный график. Сложные дни и времени нет вообще. Это не отговорка. А вот здесь на отдыхе можно сходить в спортзал. Прекрасно побегать. Все на меня смотрят, потому что я иду с камерой. Ну что? В общем, я, несмотря на то, что это сложно, радуюсь возможности сходить в спортзал. Вообще у нас эко-отель, поэтому даже в спортзале все тренажеры специфические, кроме беговых дорожек. Деревянное все. Деревянный вот такой странный агрегат. Деревянная стенка. На самом деле достаточно интересный тренажер, потому что здесь висит инструкция по применению и на этой мультифункциональной стенке можно делать огромное количество упражнений. Здесь гребля есть. Еще одна деревянная стенка. В общем, все тренажеры деревянные. Даже гантели. Вот такие необычные. Смотрите, гантелька с подвесом. В общем, тренировку я всегда начинаю с беговой дорожки. 30 минут я нахожусь на беговой дорожке. Она больше, мне, честно говоря, не хватает. И как я, собственно, бегаю и хожу. Я делю 30 минут на 5 минутки. У меня есть 5 минутка ходьбы. Я поднимаю высоко достаточно угол и иду на скорости примерно 6-6,5. И когда 5 минут заканчивается, я 5 минут бегу. 2 минуты бегу в ту же самую горку, потом чуть-чуть опускаю и 5 минуту бегу уже на очень большой скорости, на 12, для меня это большая скорость. И потом приходит очередная 5 минутка. Мне так гораздо проще, что я 5 минут иду, настраиваюсь на следующие 5 минут бега и потом 5 минут опять иду и отдыхаю от пробежки. Слушаю любимую музыку. Сейчас у меня эта монеточка, группа Крапива, мальчики-девочки трек, что еще мне нравится. Группа Эйтин или, не знаю, исполнитель Эйтин. В общем, пытаюсь классно провести время. 3, 2, 1 и ваше мучение начнется. В общем, я не буду снимать всю пробежку. Как говорится, сейчас закрою ладонью объектив, потом открою, увидите меня потным. О, полчаса прошло, шнурок развязался. В ушах Молли и Егор Крит. Спасибо вам, ребята. Нормально. Все, сейчас я остыну. Я скажу, что будет дальше. Так, я отдышался, более-менее воды попил, это тоже важно во время тренировки. Я люблю тренировки круговые, не отделать одно упражнение, три подхода, потом ждать, делать следующее. Я делаю несколько упражнений в одном круге, отдыхаю и повторяю круги снова. Во-первых, у меня будет пресс, там же я в конце сделаю планку, у меня будет бицепс, выпады назад вот с этой базы. В руках я буду держать такие странные гантельки деревянные по 8 килограммов. В принципе, все, повторю все это три раза, зафиксирую все это планкой, делаю планку одну минуту, хотя, в принципе, полторы могу выставить, но мне лень. то есть все это ненавижу, делаю, то стараюсь с ним еще два подхода, до того же сону. Я знаю, что через какие-то 20 минут я закончу и буду чувствовать себя круто, что я целый час, практически, даже больше времени уделил своему телу. Ну что, я без вас закончу тренировку, пожалуйста, тоже сделайте на собой усилия, перестаньте жаловаться на все вокруг, а просто займитесь собой. На самом деле, пошел финальный день нашего греческого приключения. Сейчас покатаемся на лодке, позагораем и все. Так, сейчас будет приключение. Будем идти по шатающемуся понтону. А-а-а! 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 А-а! Мой сумка сейчас забрызгается сейчас. Говорят, что очень опасно. А-а-а! 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 Спасибо! Спасибо! А-а-а! Вот здесь перед нами два греческих острова, а вот там, если вам видно вдалеке, такое в тумане практически, это уже турецкая сторона, туда же проходит граница. Это Бодрум. Я думаю, многие из вас в Бодруме были, и я тоже был. Швартовываемся на маленьком острове. На этом острове нет гостиниц, здесь живут местные и туристы, которые знают именно про этот остров, вот нам дают разрешение пришвартоваться. Вот, и здесь можно попить кофе, поесть. Но самое интересное, у нас нет с собой денег. Так что я думаю, что мы просто выйдем, прогуляемся, потому что меня так чуть-чуть подукачало. Я, конечно, потрясающий турист, забыл спросить, как называется остров. У него какое-то... вот такое название. Совсем маленький-маленький остров здесь. Классно. Классно, да? И все такое очень домашнее. Короче, нам сказали, что если пойти вот по этой дорожке, то мы найдем какое-то озеро, полное рыб. Представляете? Вот такое, все простенькое. Но симпатичное. Такая она, настоящая, аутентичная Греция. Так, мы с Ивановым, как говорите, in the middle of nowhere. мы ищем некое озеро with fish. Но та дорога, которую мы нашли, к никакому озеру не ведет, а если и ведет, то идти туда долго. У меня два вывода. У меня два вывода. Либо от нас хотят избавиться наши капитаны, либо мы тупицы. У нас есть два варианта. Либо навратим, что мы нашли это озеро. Это было спектакулярно, wonderful, we've never seen this before. либо просто сказать, что мы тупицу и ничего не нашли. Вы кто? Лаймы, наверное. Вы не поверите, мы нашли это умопомрачительное озеро. Выглядит оно вот так. Здесь, правда, очень много рыбы. Я надеюсь, что вам видно. А что это за рыбы, как думаешь? Вот эти здоровые, это кто? Ну, слава богу, врать не придется, что мы нашли озеро. Зато это прям не туристическая Греция. Вот все как есть. Кто-то там трусы сушит, здесь рыбу выращивают в озере. Интересно. Какая красивая такая. Как тебе путешествие на этот остров? Действительно интересно. Неожиданно, что мы здесь оказались. Да, вообще мы не планировали каких-то туристических поползновений. Мне понравилось. Да, это прикольно. Некоторые популярные курорты раньше выглядели по настроению именно и так. Почти безлюдно, как будто совсем нет туристов. Никто нас такой был, думаешь? Тебе нравится? Мне да, мне нравится. Мне кажется, с французским курортом тоже примерно с таким же были ощущением раньше. 70-х, 60-х, 60-х. Я согласен. И на самом деле вот мы сейчас на пристани и здесь огромное количество яхт. Очевидно, что многие сюда приплывают, пришвартовываются, тусуются, едят в тавернах местных, плавают и потом плывут на другой остров. Вот так все и живут. Я не знаю, слышно вам или нет, но вот это место такое, когда бухта расположена между двух гор. Называется Фьорд и в Греции это единственное место, где есть такая бухта. А сколько это? Уже погодила, дай, 3,4, Ухууууууууууу! Уху! Итак, мы добрались до Коса. И на острове Кос мы жили в том же самом отеле, в сети отелей Каза Кук. Если вы ищете для себя отель, в котором мы хотели бы остановиться, и при этом, чтобы этот отель был child-free, и в этом отеле не было детей. Хочу вам, кстати, рассказать забавную историю, связанную у нас с отелем Каза Кук. На самом деле, я был не в первый раз в этом отеле, а мы его проверили в прошлом году. И вот когда мы в прошлом году приехали в отель Каза Кук, знаете, что мы увидели? Мы увидели бетономешалку, которая заливает пол. Мы с чемоданами, с Ивановым идем на ресепшн, понимаем, что нас там никто не ждет. В итоге выяснилось, что это был первый день работы этого отеля, они только открывались. Они не успели закончить ремонт, и всем, кто в этот день приезжал в отель, они разослали письма. Причем письма они разослали за пару часов до нашего приезда, то есть мы были в самолете в этот момент, и не знали о том, что отель не успевает открыться, и что нам придется жить в другом отеле. Но ребята большие молодцы, отправили нас в другой отель на этом острове. Отель был огромный, самый дорогой отель на этом острове, но это вот тот самый случай, когда он инклюзив, каруселька на завтраке, огромное количество детей. Вы не думайте, что я детей ненавижу, просто когда ты едешь на отдых и специально покупаешь себе отель Child Free, где дети не предполагаются. Приехать в итоге туда, где огромное количество родителей оголтелых со своими детьми, которые вообще никого не замечают, дети визжат, орут, кричат, прыгают у тебя практически по голове, это явно не то, чего ты хотел. Но три дня прожив в этом отеле, в итоге Казаху открыли, нас всех поприветствовали, и на самом деле все, кто вот в этот первый день прилетал, стали по большому счету одной такой большой семьей, потому что все перезнакомились, все передружились, мы до сих пор общаемся с немцами, с голландцами, которые тогда вместе с нами заезжали в этот отель, и честно говоря, это не испортило впечатление об отеле. Он правда классный, очень крутой, мне безумно понравился, и что самое главное, очень фотогенично, и там можно сделать огромное количество классных фотографий, я думаю, в моем инстаграм вы заметили снимки и с Казакук Родосе, и с Казакук на Косе, и надеюсь, оценили своими лайками. Кстати, напоминаю, подписывайтесь на мой инстаграм Александр Рогов. Я вообще жутко соскучился по Москве, для меня три недели отпуска, это очень долго. После Коса, после Родоса, мы отправились к нашим супер-друзьям, Александре Федорову, Александру Чернову, которые недавно переехали в Амстердам, живут там, и здорово, что мы после Греции переключились на Амстердам, это такая европейская история, прогулки, ходили мы очень много и очень долго, и каждый день и шопинг, и вкусные рестораны, и какие-то новые люди. В общем, честно признаюсь, Амстердам я полюбил тебя. Боже. Давайте переключимся скорее на Амстердам, и вместе с нами погуляем по его потрясающим улочкам. Засветный сбил автобус. Мы вылетаем куда? Три-четыре. Амстердам! Так как я оператор, Иванов таскает чемоданы. В общем, мы думали, что мы самые умные, поперлись без очереди, а надо в очереди стоять. Так, все кордоны пройдены, загружаемся в самолет. Каких-то три с половиной часа в самолете, и мы в другой стране, мы в Голландии, в городе Амстердам. Так, я бегу, и смотрите, куда я сейчас прибегу. Привет! Не понимаешь, что надо пальчиком дотронуться. Вот. Все, мы сейчас заберем, придем. Сейчас быстро заберем багаж, и все. Гуляй, Руанина в Амстердаме. Руанина в Амстердаме. Привет! Привет! Где лобрысинка? А он решил не ехать. Глазами Федорова встречаем Иванова. Привет! Приветики! Так, я в стиральной машинке постирал. Это очень удобно. Я думал, правда, машинка с ума сойдет, но смотри, какие чистые дома. Так что, да, шнурки высовывай, и все. А мы на Тесле поедем? Да, снова на Тесле поедем. Мы можем лобро заказать. Не, поехали на Тесле. Поехали на Тесле. Она без водителя. Загружаемся в эту потрясающую машину. Она закрылась или нет? Да. Короче, мы едем в машине, которая не издает ни одного звука. Турка радио. Привет, ребята! Мы едем в Хаут Хавенкаде. Какая компания? Вау, в Хаут Хавенкаде 75. Вау! Твоя английская идея идея. Нет, это хорошо. Больше, чем турки. Ты турки? Да, правда. Мы приехали на строительную площадку. Спасибо. До свидания. Мама. А там уже квартира прям? То есть это вход в квартиру? Ну, давайте. Ты просто просто так заслужил? Да. Я могу все. Еще есть плесники? Мама. Кот, привет! Привет! Дуи спик рашен? Стил. Стил. Это, если что, брат шняха. Роднулька. Роднулька. Ходил, похудел? Ой, побежал. Что тут ущешь? Так я же одной рукой тащу, другой снимаю. Класс. Я буду спать среди платьев Федры. Котик, привет! Истинно голландская квартирка. Боже, мы в мире будущего. Видали что? В общем, Федра и Чернов живут в каком-то новом современном районе. С видом на воду. С видом на воду. И говорят, пешком до центра всего 7 часов. Скоро пойдем. Федорова, что это? Это perfect apple pie. Попросили рассказывать о том, что мы едим. Вот сегодня в Амстердаме мы едим the most delicious, perfect apple pie. Но я его еще не пробовал. Ну что, попробуем? Последствия это что? Сливки. Сливки. Крем. Надо убирать. Это most delicious. Вкусно, да? Хотя наврать, это правда вкусно. Ммм. Ой. Ой. Все. Нереально вкусный. Адрес произнести я не смогу. Это Westerstraat. Westerstraat, да. А место называется вот так. Winkel. Вот Федорова делает достаточно часто посты про классные, прикольные, интересные места в Амстердаме. Так что почекайте обязательно. Здесь есть не только кофешопы. Так, а мы, естественно, не могли не прийти на главную шопинг улицу. Как она называется? Peter Cornelius Hofstraat. Peter Cornelius Hofstraat. И что мы здесь делаем? Не шопимся, мы просто проходим мимо всех магазинов. А вот в Шубаллу мы хотели зайти. Ой, вообще-то один из лучших магазинов обувных. Вот, мне вот эти очень нравятся. Прям супер, да. Смотри, 795 евро стоили полторы тысячи. А есть 41? Не знаю. Мы спросим. А вот мои. 250 евро всего стоят. Вот эти красивые, на самом деле, на лето. Валентина 475. Какие-то они прикольные, да? Вот Off-White, пожалуйста. За 450. Новое уродство от Versace здесь появилось. За 1095 евро. И куда в таком-то управляться будем? Да, сюда. Должно вносить. Здесь и Олинка, и все. Вот Джан Витароси идеальная за 615 евро. Кто еще хочет это? Уродство от Изабель Марант. Боже, красота. Да? Мил-мил, да. Вот эти потрясающие мил-мил стоят 395 евро. В общем, будете в Амстердаме, заходите в Шубаллу. По всему городу есть магазины. Лучшая подборка обуви. Так, мы зашли в царство. Красные подошвы. Кристиан Глобутан. А я сегодня в образе, ну погоди. Мы пришли в Vivienne West. Вот мы с вами ни разу не были в магазине этого бренда. И я здесь себе кое-что посмотрел. Сейчас совершу шоппинг. А это фирменные босоножки. Vivienne West. Вот смотрите, они повторяют пальчики, как будто бы это лапка животного. Очень крутые. Иванов примеряет женскую блузу, демонстрируя то, что мы против гендерных различий в моде. Вот если бы не было так много вот здесь сборок на груди, то было бы прикольно, потому что цвет красивый, такой черничный. Так, я на скидку взял вот такие шорты примерить. Очень приятные на ощупь. Летом будет супер. И вот такой черный костюм. Посмотрим. Я нашел потрясающий костюм. Смотрите, какое красивое плечо. Очень крутые брюки. Тоже необычные. С таким небольшим кармашком. Выглядит супер круто. Видимо, я его куплю. И он такой крутой, что он очень длинный. И мой короткий торс удлиняет. Делюсь с вами своими секретами. Сейчас мне расскажут о его стоимости. И очень красиво вот здесь сделан вацкан. Видите? Очень красивый костюм. Кстати, скидка 40%, а 1000 евро будет 600 евро. Боже, какой я лохматый. Ну и что? Внимание, урок голландского. А сейчас я вам представлю этого человека, который говорит на самом уродливом языке в мире. Ладно, я шучу. Просто очень странный язык. Это Олег Асил. Привет. Привет. Так, если кто-то еще не в теме. Олег, один из наших любимых российских дизайнеров. Работает в бренде Vivo Vox. Срочно все подпишитесь. Vivo Vox Official. Олег Авсеев. Постят редко. Олег. Так что мучить вас не будет. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. Пальцы вверх. Пальцы вверх. Кстати, у нас же сегодня случился первый миллион просмотров на YouTube. Ура. Олег особо порадовался. Ура. Спасибо вам большое за просмотры, лайки и комментарии. Делитесь нашими видео. Смотрите и радуйтесь. А мы пока поедим. Да? Вкусненько. Вы хотели видеть, что мы едим? Ой, это маколик. Это ликор. Все прикольно. Здесь есть чудесная Оксана, которая улыбается в 48-й Вош. Это Оксана Акула. Так, у нас происходит телемост с Еленой Крыгиной, которая уже на Мальдивах. Крыгина, передавай привет. Привет. Приветики всем. Ю-ху. Приезжайте к Мальдивы. Мы скоро приедем. Давайте скорее. Я буду тут два дня челить, а потом загорела и уже буду ждать вас. Кла-а-а-а. Мы едем на северную часть Амстердама, и за моей спиной возможно увидеть башню. Вот на этой башне расположены качели на самом верхнем этаже. Садишься в эти качели и раскачиваешься над пропастью и над бездной. А все это находится на отдельном островке, и туда мы поплывем на паромчике. И все люди тоже туда. Им нужно попасть на ту сторону. Ты хочешь на качели? Интересно? Пополнять? Да, страшно. Визжать будешь? Обязательно. Визжать, качать, да, все будет. А в чем ты? Поддерживаю. Поддерживаю. Вы меня не видите в полный рост. Там огромная велосипедная стоянка. Повсюду велосипеды. Мы в мире велосипедов. Вообще я чувствую себя изгоем в этом городе, потому что мы не на велосипеде. Ну что они не орут там? А куда мы идем? Кстати, мы в день проходим по 10-12 километров. Поэтому мы немножко заплыли жирком в Греции, а теперь растрясаем его. Вот мы ходим по Амстердаму, везде марихуаной пахнет. Вот вам сюда. Лукаут, если вы вдруг захотите. Весь план, весь желтая штука. А, вон, да. Вот оттуда вид сюда. А вон офис Чернова с белой крышей. Господи, как этот дед туда забрался. Что сделать? Надо что-нибудь держать. Например, камеру. Я правильно камеру держу? Да. Ну что? Наконец снимаю не я. Мы в очереди. Мы вообще боимся ужасно. Боишься? Нет. И он пойдет? Чего? Да. Аааа! Аааа! Очень хорошо! Я наконец полный рост! Федра, знаешь, что хочу сказать? Спасибо тебе за это потрясающее откровение увидеть Амстердам с высоты птичьего полета! Красиво же! Очень! Выше подбородок! Офотографирую с двумя детьми по бокам, это реально прикол! Мы пришли в гости к человеку, который собственноручно создал дизайн шортов, в которых Иванов сейчас здесь. Посмотрите на эти потрясающие салатовые шорты от бренда Вио Вокс. Олег! Спасибо за приглашение! А кто это? И по-моему впервые у нас Чернов появляется! Познакомьтесь! Впервые! Подписывайтесь! 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 Ставьте лайки! Ставьте лайки! Пальчик вверх! Пальчик вверх! Пальчик вверх! В общем, мы пришли в гости. Олег живет в самом центре Амстердама. У него очень милая квартира, он запрещает в ней снимать, потому что боится, что... А! Нет, не запрещает уже? Уже не запрещает в ней снимать, поэтому пойдемте сейчас... После просектов все что-то... Поэтому пойдемте... Пойдемте на мини-экскурсию. У Олега в квартире невозможный балкон с тайным каким-то сараем. Что там? Что там? Ну, в общем, непонятно, что в этом тайном сарае. Смотрите, какой шикарный вид. Это королевский дворец. Вот это королевский дворец. А вот где башенка зеленая? Так. А вот это Вестеркерк. Очень известная церковь. Одна из достопримечательностей Амстердама. И там же где-то около нее дом Анна Франко. Смотрите, какая красота. Такой милый дом. Красота невозможная. У Олега вот такая уютная квартира. Олег еще вообще очень мило и щепетильно готовится ко всем мероприятиям. И смотрите, у нас сегодня будет даже рассадка за столом. И Олегу было очень просто. Это Саша, 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 Олег и Саша. В общем, вот такая квартира с зеркальной стеной. И очень круто открывать для себя Амстердам, который, кстати, мне никогда особенно не нравился с какой-то другой стороны. Я надеюсь, что вам интересно не видеть какой-то туристический Амстердам. А Амстердам какой-то особенный и необычный. Пионы. Обожаю пионы. Как всегда на кухне всегда веселее. Да? Олег, а что у нас сегодня на ужин? Сегодня всего лишь мазарелла с томатом и с базиликом. Прошунта с дыней и авокадо с креветками, которые сейчас буду жать. А еще? Я знаю, что есть секретное блюдо, невероятное. Еще будет утка конфи. Утка конфи с молодым картофелем, с розмарином и с чесноком. Три-четыре еще раз. Молодцы. И с соусом. Класс. Они просто придурки. Так, подожди, все сфотографировали свои тарелки для стори? Нет, я вообще ничего не сошел. Но у меня интернет не работает. Сейчас мы найдем. Ну а на креветку у меня перекидывается. Я обожаю ездить. Кто съел все помидоры? Очень поздно, Олег вообще. Что такое? Вот это хрусталь звенит. Вот это хрусталь. Вот это хрусталь. Вау, это мне? Да. Вот это я понимаю. Вот это ужин. Подзадержались. За вас. О, привет. Привет. Ну и как тебе? Классно. Так, у нас новый день, новое приключение в Амстердаме. Четвертая лодка за этот отдых. Я уже представляю, как сейчас нагреется наше шампанское. Ммм, вкуснятина будет. Оно не успеет нагреться. А мы же даже не взяли стаканчики пластиковые. Мы тупицы. Будем пить из горла. Я использую каждую минутку, чтобы загорать. Молодец. Капитан. Капитан. Улыбнитесь. Ведь улыбка это флаг корабля. Капитан. Капитан. Подтянитесь. Только смелым покоряются моря. Подписывайтесь на канал Рунафлайв. Ставьте лайки. Комментируйте. Инстаграм Иванов Алекс. Вот это дрянь. Может ты занимаешь мою грудь? А что нет? Ой, красиво. Привет всем. Вот так мы открываем для себя Амстердам. Катаемся на лодке. И классно проводим время. Так что комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Привет. 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 Это все очень мило. Конечно, все невероятно дружелюбные. Все друг другу Машу, друг другу приветствуют. Как красиво, да? Причь лодку с баром. Вау. 15 евро в час. И там бар, и все тебе льют. Уху. laubлений. Ваверий Андреев. Я Amsterdame. Ух ты который дик каунь. Ух. Так? Давай как 90. Делайте вот и... Давай. Уууууууу.. Еще раз? Да, Дмитрий, штырь. Вуууууу.. Ухххххххххххх Хорошо, да? Всегда прекрасно, когда есть сэндвич. А вот в этом доме мы вчера были на ужине у Олега Овсеева. Проплываем мимо, и что-то мне подсказывает, что Олег нас увидит в окошко. Олег! Олег! Привет! Привет, Олег! Вот это встреча! Давай к нам! Прыгай к нам! Давай, Олег! Мы тебя высадим где-нибудь? Вот оно! Мы швартуемся! Ну что, освознили Олега на лодочку? Давайте поможем Чернову, а то он один держит. Вот она встреча! Нет, ты на руках вниз! Распрыгай еще! Вот! Теперь я держу, а вы давайте перелезайте! Давай! Так! Вот как хорошо иметь длинные ноги! Ну что, Олег, добро пожаловать! О, я боюсь его! Ай, он подглядит! Хороший день! Опа! Пальчик, да? Слышала? Да! Ну что, закончилось наше путешествие на лодке по каналам Амстердама. Надеюсь, вам понравилось. Для тех, кто заинтересовался, три часа стоят 110 евро. В аренду взять лодку могут все, кто хочет. Не обязательно быть гражданином Нидерландов или обладать ID амстердамским. Просто своим паспортом приходите, оставляете 100 евро в залог и берете лодку. И у вас потрясающее трехчасовое приключение. Рекомендую обязательно запастись какой-нибудь едой, какими-то снэками всякими вкусненькими. И тогда вы очень круто проведете время с вашими друзьями. Вот, как это сделано будет. Да? Да! Отплохо я музыка играет, а я одна стою на берегу. Подожди, все, дубль два. Александр, как вам прогулка на лодке? Нет, Александр, подождите, это микрофон вообще. Давайте еще раз. Вообще-то это микрофон. Мне очень понравилось. Что именно? Что вы испытали? Какие эмоции вы испытали? Я испытал катарсис душевные невероятные. Я был в полном шоке. Я видел Амстердам с другой стороны. Амстердам изнутри. Амстердам с воды. Это потрясающе. Спасибо большое моим друзьям, Александру Чернову и Александре Федоровой. Спасибо вам, Александр. Мы ждем вас в гости. Спасибо. У меня еще вопрос есть. Пожалуйста, выпейте. Вопрос у меня есть еще. Микрофон, он алкогольный. Вопрос из зала. А что такое катарсис? Подожди. Вопросы? Подожди. Катарсис это что-то невозможное. Это переворот сознания. В мозгах произошел взрыв эмоций и накал страстей. Опять надо выпить? После каждого интервью нужно обязательно выпивать. Может, есть еще вопросы из зала для Александра? Есть еще вопросы? В Голландии. Так, ребята, сейчас обоссоздавайте домой. С нами на проводе Александр Иванов. На проводе. На алкопроводе Александр Иванов. И он сейчас ответит на мой вопрос, как ему Амстердам. Амстердам. Это второй раз, когда я в Амстердаме. И мне очень понравилось. Но мне нужна еще одна встреча с ним. Выпивайте. Первый раз, подождите. Да, выпивайте на первый раз. После каждого ответа. Первый раз в Амстердаме были зимой. Да, это правда. Сейчас, во лето. What the different fucking people? I don't understand your English. Repeat, please. It's Dutch. Departre to Barcelona. It's Dutch. Пейте, пожалуйста. Вы ответили на вопрос, поэтому... Это было ток-шоу Александры Федоровой. Жительница Амстердама. Как вам, кстати, мои длинные волосы? Да? Нравится? Мне тоже отросли просто за три недели. В конце влога расскажу, каким средством я пользовался, чтобы волосы так быстро отросли. Сантиметров, наверное, на 15. Ну что, несколько дней в Амстердаме прошли как одна секунда практически. Несмотря на то, что я правда там очень сильно устал от всех этих пеших прогулок. Но и шопинг случился. Все, чего я хотел. И вкусные рестораны случились. И встречи с друзьями случились. Боже. Волосы и ветер не друзья. Только для фото. Поднимите руку, кто ни разу не был на Мальдивах. Поднимите руку, кто был. Кто был, пишите, что вам на Мальдивах нравится или что не нравится. Хотите ли вы вернуться обратно. Кто не был, слушайте. Конечно же, это какое-то невероятное место нашей планеты. Вот вы знаете, ты сюда приезжаешь и ощущение, что тебе в глаза или в мозг встроили фотошоп с каким-то самым ярким невероятным фильтром. И ты все видишь через этот фильтр. Вот Мальдивы это какая-то ненастоящая картинка. И опять-таки по моим постам в инстаграм это наверняка тоже видно. У нас очень многие фотки даже без фильтров сверху. Потому что ты просто снимаешь на камеру и не веришь своим глазам, что ты в данный момент находишься здесь. Это место для тех, кто правда очень устал. Потому что здесь не происходит ничего, кроме вот волн. Удивительно, кстати, что здесь есть волны. Кроме загара, чтения и существования от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Все. Есть, конечно, водный спорт, снорклинг. Но я, например, не люблю спортивные вот эти развлечения, водные и снорклинг. Мне тоже не нравится. Один раз чуть не утонул просто с этой маской в арку. Мне просто даже не рассказали, что нужно делать. И бросили в воду. В общем, для меня это абсолютно релакс. Единственное, что перелет очень выматывающий. Мы летели из Амстердама. Летели мы до Стамбула 3,5 часа. В Стамбуле была короткая, слава богу, пересадка порядка 2 часов. И потом еще 8 часов мы летим до острова Мале. На Мале тебя пересаживают либо на лодку, если атолл, куда ты едешь, находится близко. Либо на маленький самолет. Мы на Мальдивах практически неделю. Сегодня крайний день. Я понимаю, что я уже хочу, я уже могу и мне уже надо улетать. И я с нетерпением на самом деле жду уже отлета в Москву. Вечером надо будет собирать чемодан. Все быстро так побросать, упаковать максимально плотно. Потому что чемоданы увеличились, ибо в Амстердаме был шопинг. И все. Но Мальдивы это что-то невозможное. Это что-то уникальное, что-то невероятное, что-то потрясающее. Я, конечно, всем вам желаю здесь хотя бы однажды в жизни на пару денечков оказаться. Что за заварушки происходит? Мы летим в Турцию. Turkish Airlines. Turkey. Turkey. Я на Турцию не рассчитывал. Сорян. Пожалуй, я отправлюсь на Мальдивы. Я просто считаю, что аэропорт это нейтральная зона. И все, что ты здесь съедаешь, оно не усваивается. И оно исчезает. А вот сколько? Help T9. А вообще 4 свиньоны прилетели на Мальдивы. Савиньона? Савиньона. Савиньона Блана. Друзья, в общем, чтоб добраться до Вожделенного острова, который находится где-то нигде. Так, у меня тут целый зрительный зал. Я стесняюсь. Вам придется очень долго лететь. Вот мы, например, летели на одном самолете, потом летели на другом самолете. Потом мы прилетели вот сюда и ехали на каком-то автобусе. Потом мы полетим еще на одном самолете. А потом еще на машинках мы поедем. Ну, в общем, готовьтесь. Что вы смотрите меня? Я влогер. Я вижу. И мы, наконец, доберемся до места назначения. В общем, меня все троллят, что я снимаю влог. Ну, раз уж я решил взять вас с собой на отдых, вот таскаюсь с вами, как с детьми малыми. Ой, ничего. Ага, возможно, батарейка сядет, но я надеюсь, что получится показать вам часть полета. Смотрите, как все здесь. Чемоданы здесь, наши тут. Туда можно ползти. Ой. 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 Ну, все, мы начинаем вкушать райский остров и отдых на райском острове. И идем в тайную виллу, в которой живет наша подруга. Ага. 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 Лоб мне всю неделю смотреть. Велкам. Здравствуйте. 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 Добро пожаловать на борт. Класс. Ну что, как тут? Все класс. Класс? Да. Ну супер. Делать здесь нечего, приходится релаксировать. Да, мы же заметили, йога там у нас происходит. Я очень стараюсь ничего не делать. Да? Мне очень сложно, но... О! Все, поболтаем, отключаюсь. Здравствуйте, а вы не подсказывает мне здесь ближайшая кулинария? А зачем вам? Как же красиво Вас тоже интересует, где кулинария? А? Вас тоже интересует, где кулинария? Пекарня Мистер Краб Краббургер, иди сюда Класс Так, сегодня я решил вам рассказать о том, какие солнцезащитные очки я с собой беру на отдых И честно признаюсь, эта поездка для меня настоящий эксперимент Потому что я обычно набираю огромное количество очков, которых у меня очень много И в итоге ношу одни или вторые, и все, остальные просто лежат Поэтому я решил поэкспериментировать Итак, первые мои любимые очки, это очки Fendi Их вы уже неоднократно на мне видели Большие, базовые, черные очки в пластиковой оправе Честно, практически их не использую на отдыхе, потому что во время загара от них могут остаться белые пятна на лице Поэтому я их надеваю, когда мне действительно очки нужны не на пляже, а для того, чтобы с точки А подойти до точки Б Это моя находка, кстати, купил я их в Сочи в магазине La Vitrina Это очки Andy Milmeister Я вам их показывал во время обзора этого магазина в Сочи Мне нравится, что они очень маленькие Купил я их не только потому, что сейчас такие маленькие очки Это очень модно, такие очки в стиле матрицы Но еще потому, что здесь очень тонкие душки и маленькие стеклушки Соответственно, я могу в этих очках находиться на пляже, читать в них И не беспокоиться из-за того, что у меня останутся следы от загара или от душек на лице Так что это мои сейчас самые любимые Смотрите, какой у них классный эффект Они зеркальные и матовые Обожаю эти очки Рад, что купил Неудобные, кстати, не люблю такие мягкие чехлы Это очки Acne Вот такие зеркальные Очень классные Мне нравится, что они широкие Потому что у меня широкое лицо И обычно очки мне все достаточно узкие Эти широкие, плоские Смотрите, они прям ровные И самое классное, что в этих очках я могу видеть то, что происходит за мной Потому что они широкие, плоские и зеркальные Это мои такие имиджи очки Когда мне хочется как-то по-особенному выглядеть Надеваю их, например, на ужин Или я их использую на съемках Взял с собой, чтобы развлекаться на ужинах Так, у нас новый день, новое приключение Как вы видите, мы все в шапочках Пожалуйста Поприветствуйте все друг с другом Привет! Мы будем себе, собственно, ручно делать обед Не знаю, что из этого получится Но что-нибудь да получится В меню у нас сегодня High voltage gluten Dumplings And noodles Yes? Noodle soup У тебя русскоговорящий был А, я забыл, как это по-русски Пельменью Пельменью будем делать Пельменью будем делать Стараешься? Очень Потрясающее целое мероприятие Сворачивайте Короче, мы будем, типа, готовить А потом они то, что мы коряво И налепим, уберут И принесут то, что красивое Приятного аппетита Малыши Приятного Приятного Ничего себе стол у нас Лапша Димсамы Лапша Димсамы Вот такая тут живность У нас Цапля Смотрите, она уже приветствует вас Нужила куточку Подходишь здесь Ощущение, что в глаза тебе встроили какой-то невозможный фильтр. Все такое яркое и потрясающе. Александра Федорова заказала фруктов. Саша, а фрукты принесли? Сегодня будем есть вишни. Давай, вываливайся, вишня. Порыви вишню. Вот это вишня. Снимок можно сделать? У Федорова первый должен быть снимок. Иванов там очухался вот на том острове. Короче, чтобы залезть на вишню залезть невозможно самостоятельно. Только сюда его толкни, ко мне вниз, как-нибудь. Кайф, все, уходи. Иванов, нет, не уплывай. Давай, вторую руку за голову тоже. Еще греби. Греби сюда. Ай, наоборот, другую сторону. Да. Ай. О, господи. Глиста какая-то. Глиста. Давай, забирайся. Нужен секси снимок. Так, вы хотели блок про позирование? Вот как сложно сделать тот самый идеальный снимок. На вишне. Вот, спокойно. Видите, главное угомониться. Живот втягиваем, да. Вот так. Иван, вытаскивать не будем? Ну что, мы его сфоткали, миссия исполнена, сам вылезет. Новый день, новые приключения, да? Сейчас вам все расскажу. Итак, мы сегодня проводим время на нашем собственном и необитаемом острове. Прямо in the middle of nowhere. В общем, мы здесь проведем день. У нас здесь будет ланч. И мы здесь будем одни, наедине с природой. Смотрите, как красиво. Руки, напозируй, давай. Как красиво я думаю... Как дышать... Звуки на минимум, чтобы не мешать... Здесь облако. Это собачка. классно все мне кажется это тот день когда все сгорят дотла вот бьюти лайфхак от александра чернова нанесите побольше крема кривыми крючками крема у нас романтическая прогулка по острову сейчас кое-что будет так ты мне хотел что-то сумку перевозить думаешь я их отправил там коробочка ну я и возьму с собой да у там лав нет а какой можно смыть о ночи ну ты молодец а вот это что а это типа предприятие по собой перевозить короче я тогда просто с собой это визу вручную в чемодан маленький положим открывайте шампанское у кого она открывай иди туда там красиво я только не умею открывать на кнопочку нажми да или в море бросаем ой у меня мурахи а а а а а Вот! Ай, мне трясутся ручки и коленки. Ой, не могу. Я тоже плачу. А кто невеста? НЕВЕСТА! Ну что, классный сюрприз? На бзир! Поздравляю! Вот так Rogue of Life соединяет сердца. И первый раз, кстати, уже в нашем блоге. Ой, я не могу, это все так мило. Хоть враги, а? Вот чем мы занимаемся на Мальдивах пятый день, это производство фотографий. Агентство ФЕЧЕРОИ. Звучит, конечно, ужасно. Агентство ФЕЧЕРОИ. Федорова Чернов, Рогов Иванов. Ой, как красиво еще вода дает рефлекс на лицо. Итак, мы нашли локацию. Локация – это наш домик. Иванов сидит в окне. Федорова с нижней точки фигачит. Давай, позируй. Видите, снова тело расположено углами. Колени, руки, пресс. Единственный, кстати, из нас, у кого он есть. Из мальчиков. Надеемся, что все получилось. Да, Крыгина получила достаточное количество снимков. И, собственно, удалилась в Освояси. Да я что-то на Мальдивах забил на влогинг вообще. Получится что-то очень куцое. Ну, какое есть. Что у тебя за спиной происходит, видишь? Что? Отбор снимков. Что? Посмотри, как красиво. Вау. А как тебе отдыхается? А ты знаешь, да, что я уже больше не могу? Ну, у меня отдыхается прекрасно, шикарно. Мы поменяли кучу локаций. И это классно. А ты что, снимать научился меня, что ли? Да. У вас вопрос из аудитории. Александр, когда будет обзор бьюти-средств? О! Обзор бьюти-средств запланирован. И прямо сейчас он случится. Да? Да. Включаем режим бьюти-блогера. Все-таки Елена Крыгина была с нами на этом отдыхе. Но! Я решил ее не дергать, не беспокоить. Она и так все время вам рассказывает о всяких бьюти-штучках. Поэтому, как только она от нас отчалила в Москву, бьюти-блогером стал я. И сейчас я вам расскажу про всевозможные средства для загара, которыми я пользуюсь. И пользуются все мои друзья, которые сейчас притихли и сидят, внимательно слушают то, о чем я вам буду рассказывать. Да! 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 Часть средств наверняка вам знакомы. Может быть, знакомы все. Возможно, какие-то из них будут для вас новыми. Расскажу обо всем. Даже вот об этом средстве, которое я завернул в такой зеленый некрасивый пакетик. О нем расскажу в самом-самом конце. Потерпите. Когда вы отправляетесь к морю, нужно обязательно запастись средствами, привезти их из Москвы. Либо, если вдруг вы это сделать забыли, можно купить средства в дьюти-фри. Или обычно в отеле тоже есть магазин, в котором средства втридорого продают. Поэтому лучше купить то, чем вы пользуетесь заранее. Средствами для загара пользуюсь. Особенно важно пользоваться им в первые дни отдыха, когда вы только-только прилетели и солнце начнет обжигать вашу кожу. У меня в этот раз было вот такое средство от Santa Maria Novella с защитой 50. Такая очень кремообразная, такая тяжелая текстура. Наносится достаточно сложно, но действительно работает. Я в этом отдыхе ни разу не сгорел. Давайте в зале звук выключим. Что такое Santa Maria Novella? Я думаю, что многим из вас эти средства не знакомы. Это флорентийская косметика. И во Флоренции есть, на самом деле, аптека Santa Maria Novella, культовая. Если вы в Флоренции будете, обязательно это место посетите. Адрес, честно говоря, не помню. И в Москве, на Дмитровке, рядом с магазином Prada, это, по-моему, Дмитровка 24, открылся бутик Santa Maria Novella, где продаются не только средства для загара, но и средства для дома. Всевозможные вкусные штучки, палки-вонялки, печенье, шоколад. И, на самом деле, все средства натуральные привозятся специальным самолетом в Москву, чтобы они по дороге не испортились. Эти ржут надо мной. Да, я очень серьезно отношусь к своему влогу. Итак, Santa Maria Novella. Потом у нас пойдут средства с защитой 20. Это тоже Santa Maria Novella. Честно говоря, я это средство миновал и не пользовался. День на 10, 5, 7, 8 можно воспользоваться каким-то минимальным средством. Масло для загара Santa Maria Novella с защитой 6. Мне очень нравится линейка для загара от Sisley. Я думаю, вы знаете такой бренд одежды. Есть еще такой же бренд косметики. Стоит достаточно дорого, но это правда того стоит. У меня есть 30, есть 15. Это, соответственно, уже после того, как этим средством вы воспользовались. Есть вот такой крем для лица с защитой 50. От Sisley вот такой стик для губ, для носа. Тоже достаточно удобно им пользоваться. Особенно, если ваши губы сильно обгорают. И нос тоже вот на такие очень нежные и деликатные зоны лица можно нанести. Я обожаю линейки Lancaster. У меня здесь есть вот такое средство, которое не смывается пятнашка. И, честно говоря, чем мне Lancaster вот такой нравится, что он спреобразный. Очень легко наносится. Я вот ненавижу все на себя намазывать, потому что это жутко неудобно. Это запутывается, волосы запутываются на ногах, на руках тоже. Хотя это средство просто распыляете вот так. Можно даже в итоге ничего не размазывать. И еще, к тому же, это все waterproof. Можно после этого идти в море, купаться или в бассейн, и практически не обновлять то, что вы уже нанесли. Есть 30-ка тоже в таком же формате. После себя Елена Крыгина нам тоже кое-что оставила. Вот такое масло Banana Bolt. И, честно, я с ним знаком очень-очень давно. И покупали мы его на Бали когда-то. Хорошо тоже в тот момент, когда вы уже кожу защищали, когда 50-ка пользовались, 30-ка пользовались, кожа подготовлена. И вот таким маслом можно воспользоваться в последние пару дней отдыха, чтобы загар сделать более насыщенным и закрепить его. Бренд называется Kula. Стоит достаточно дорого. По-моему, вот этот баллончик стоит около 5000 рублей. Но Лена хвалила невероятно и пользовалась только этими средствами. Там тоже есть огромная линейка для загара. Баллончик, как видите, пустой. Крыгина, привет! Выглядит это ужасно. Это еще одно средство от Santa Marina Vella. А что в нем плохого? Скажу сразу, потому что про минусы говорю я тоже. Это средство протекает, и даже если вы им еще не пользовались, оно может открыться в чемодане и смазать ваши вещи. Это, собственно, случилось с нами, когда мы из Амстердама летели сюда на Мальдивы. Баллончик чуть-чуть открылся, и несколько футболок пострадало. Но, к счастью, вот эти средства у меня лежали в отдельном секторе чемодана с футболками для пляжа. Я особенно не расстроился. Так вот, говорят, если средства протекают, можно взять такой целлофановый пакет, открыть крышку, надеть пакет. Вот видите, даже сейчас пакет протек. Надеть пакетик, тогда получится достаточно герметичное закрывание баллончика. Итак, что это такое? Что это, я даже сказать не могу. Написано, что это олеобронзанте, то есть это некое масло. Видите, какого он цвета? Содержится пигмент, который чуть-чуть подкрашивает вашу кожу. И тоже, если вы хотите сделать загор более темным, воспользуйтесь этим средством в последний день, или, возможно, в последние пару дней вашего отпуска. И тоже будьте осторожны. Мажет одежду, мажет полотенце. Пользоваться нужно очень-очень деликатно, и только в том случае, когда вы готовы к тому, что, возможно, получите солнечный ожог в последний день вашего отпуска. И средство после загара. У меня есть с собой вот такой алоэ гель от Santa Marina Vella. И есть вот такой Latte de Pozole After Sun Lotion. Вот я им пользуюсь. Он очень классный, тоже с таким, мне кажется, немножко подкрашивающим эффектом. Смотрите, масло чуть-чуть коричневатое такое. И что классно, все средства Santa Marina Vella пахнут невероятно. Очень крутые ароматы. Я прям безумно рекомендую. Мне эти средства очень-очень сильно нравятся. Ну, ладно. Одну ногу я набрызгал пятнашкой, вторую ногу я намажу кремом после загара. И еще раскрою вам секрет цвета волос Александра Иванова. Это средство от Джона Фрида. Для тех, у кого светлые волосы. И Крыгин и Иванов, собственно, пользуются этим средством. Им можно пользоваться даже, когда вы не находитесь в отпуске. Просто помыли голову, напшикали этим лосьоном волосы и посушили феном. И он каким-то образом взаимодействует с температурой. Волосы нагреваются и действительно становятся гораздо светлее. Или, если вы на море, пробрызгайте все волосы и вперед загорать. Волосы выгорят очень однородно и будет выглядеть очень классно и интересно. Итак, Джон Фрида. А насколько я знаю, продаются точно в сети золотое яблоко. Золотое яблоко. Люблю вас и обожаю. Кстати, золотое яблоко есть в нескольких регионах России. И с недавних пор, по-моему, больше чем год уже появились салоны и вот эти большие косметические универмаги в Москве. В частности, есть в Афимоле. И где еще? В Кунцево-Плазо. И заходите на Крыгина Beauty Store. Это не реклама. У Лены достаточно много интересных средств там продается. И к тому же все она тестирует сама. Если средство там оказалось, значит, действительно, оно того стоит. Я хочу, чтобы вы следили за своей кожей. Если вы загораете, загорайте, пожалуйста, правильно. И не думайте, что если вы только приехали на отдых, в первый же день нужно плюхнуться под солнце. Вы сгорите и в ближайшие несколько дней будете мучиться. Лучше два дня помучитесь в тени. А потом будет у вас такой прекрасный, крепкий, темный загар, как у меня. В солярий, кстати, не хожу. Устал, Чернов? Нет. Рука чуть не отвалилась, да? Нет. Думал, обзорчик на секунду, да? Поддерживаю. Не-не, нормально. Все, мама! Аааа, души! И мы ходим туда, и ходим. Кстати, по-моему, я ни разу не сказал, в каком отеле мы живем. Это Конрад Мальдивс. Отель очень большой. Находится он достаточно далеко от Малья. И располагается на трех островах. Два острова жилые для приезжих и для туристов. И один остров технический, на котором живет персонал. На самом деле все нравится. Единственное, видно, что здесь давно не было реновации. Мы сегодня даже на завтраке спросили, когда его ремонтировали последний раз. Аж в 2005 году. Он такой немножко поживший. Но, вы знаете, все это добавляет отелю какой-то такой легкости и небрежности. Что-то в этом есть. Какой-то он такой потерянный в океане. Что мне еще не нравится здесь? Территория очень большая и нет велосипедов. Хотя обычно на Мальдивах, если территория огромная, вот мы, например, были в прошлый раз в Four Seasons, там каждому номеру представлены велосипеды. Мы можем и пользоваться. Не вызывать специальные машинки и передвигаться по острову и на велосипедах. Но здесь недавно кто-то вот с этой дорожки, видимо, на велосипеде упал в воду. Случился какой-то скандал и велосипеды запретили. Хотя многие постояльцы жалуются на отсутствие велосипедов. Я один из них. Так что, Конрад Мальдивс, пожалуйста, заведите велосипеды и хотя бы до водяной территории, чтобы можно было по песчаной зоне ездить на великах. К тому же это дополнительная спортивная нагрузка. Так, на обеде меня ждут три Саши. Крыгина от нас отчалила. Уже в Москве. Блин, все уже еду заказали, а я только еду. И все ради вас. Так что лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Давайте взормем. Взормем. Давайте взормем. Давайте взорвем. Давайте взорвем. Просмотры. Казалось бы, ты летишь на Мальдивы, это такой люксовый отдых. И нужно взять с собой все самое лучшее. Я все время поддаюсь на вот эти стереотипы и беру с собой какие-то нарядные вещи. Мальдивы это место, где наряжаться не надо. Вот я в следующий раз, если полечу сюда, я возьму мини чемодан с тремя плавками, с трусами, несколькими футболками. Ну может быть какими-то брюками шелковыми. И шлепанцы, и белые кеды, все. Этого более чем достаточно здесь, потому что очень жарко, очень душно, очень влажно. Вечером не нарядишься, хотя обычно для вечера ты берешь какие-то нарядные вещи. Вот если в Греции наряжаться хочется и нарядиться правда можно, вечером очень прохладно. Будет прохладный ветерок, то на Мальдивах, если только ради фоток тащить шмотки. Вот собственно ради фоток шмотки мы привезли, хотя судя по моему инстаграм, я снимаюсь только в шортах и футболках. А вы заказали уже? Поздоровайтесь. Да, самое удобное это меню с картинками. Так, салат с авокадо, вот зеленый суп, грязный айпад. Какая-то штучка. О, вот это я возьму. Вот это вкусно. Вот, кстати, еще одни мои новые очки. Такие очки off-white. Я, кстати, не ношу этот бренд, но вот очки мне понравились, тоже узенькие и прикольные для отдыха. Самое оно. Вау. Чего вы заказали? Видите, то же самое, что в простой разу. Отлично заказали. О, перфект. Это тофу и мисосу. Вау. Тартар из краба, манго, миндаля и вот такой вот чудесный. А что это? Черника. Сорбет. Черничный сорбет. Граната. А что у тебя? Граната. Это красный суп. Что красный? Детокс. У меня тоже самое, что у Федорова, поэтому я не буду рассказывать. Салат из краба, манго, авокадо и какой-то слабкой штучкой. На что-то среднее между гороховым супом в блендере прокрученным и что-то там очень острое. Субгороховый музыкальный. Мы пообедали и я вот здесь хожу, мешаюсь Тернову и Федоровой, потому что они замыслили создать невероятный контент для Инстаграм. И сейчас я вам покажу, как делается эпический кадр. Федорова ползет вниз, внизу акулы. Подожди, давай я не гай. А я фотографировать буду? Это антифоллоу. Swallow me too. Swallow me too, да. Так надо, чтобы кто-нибудь подкидывал тряпку. Давай я буду подкидывать. Готов? Нет, не надо ниже. Надо вот это еще развязать. Три-четыре. Ой. Тяжелая очень тряпка. Ради одной картинки. Ай, у меня ножка от камеры упала вниз. Ее можно достать, вон она в воде лежит. Готовы? Готов? Готов? Нет? Подкидывать смысл есть? Есть. Вот оно. Кадр не готов. Давай отвисай. Она моя может быть? Она некрасивая. Давай. Вот отсюда красиво с моей стороны. Вечно достается махать тряпками, подбрасывать платья и раздувать волосы. И мою ножку смыла уже. Где она? Да. Федор, любишь фотографироваться? Давай. Да? Я люблю фотографировать. Чуть-чуть, да. Хватит, да. Вот так вот, да. Вот, вот так. Как будто бы ты фея. В общем, пока мы шли делать фотку Федорова, мы нашли локейшн, про который я думаю уже неделю, и сфотографируем меня. И колючий. О-о-о! Не колючий, да. Так. Что у меня на голове? О, круто вообще. Это прикольно. Ай! Ай! Пока! Пока! Прости, Сань. Блин, у меня весь просто... У тебя обкал случился? У меня случился. Да. У меня фэшн обкал. Федорович мне будет рассказывать, что она не любит фотографироваться. Ну что, все? Все. Показывай, как сейчас показывал. Показывай. Показывай. Все. Ну что? Вот и все. Мой отдых закончился. Спасибо вам большое, что вы составили мне компанию. Вас было так много, и мы с вами увидели разные страны, разные культуры. Пусть и урывками, но я все это делал впервые, и если этот формат действительно сработает, и мне понравится то, что получилось, то я вам обещаю, буду брать вас и в другие мои частные поездки и буду с вами делиться тем, что происходит со мной, моими друзьями в моей обычной жизни, которая никак не связана с моей работой. Хотя, честно признаюсь, YouTube канал стал полноценной работой для меня и для всех людей, которые меня окружают. Ну что, хотите секрет узнать, как мои волосы отросли так быстро и что за средства? Итак, смотрите, вы берете вот такую бутылку воды. Это бесплатная вода, которую привозят в каждый номер каждое утро. Каждое утро вы моете голову этой водой и говорите, расти, расти волосы. Пожалуйста, расти, расти волосы. Четыре раза повторяйте. Длинные, длинные волосы. Хочу длинные волосы. И все. Спасибо, что вы были со мной в этом отпуске. Я знаю, что это очень странная шутка стариком, но мне кажется, это было забавно. Как минимум, я вас удивил своим внешним видом. Влог закончился. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Это был Rogue of Life, мой отпуск. Все. Теперь в Москву за работу, за новые проекты. И ждите новых влогов. Пишите, кстати, в комментариях, о чем влоге вы хотели бы видеть. Про что, зачем, почему. И задавайте свои вопросы. Все. Пока. В принципе, забавно, что вы со мной полетите в отпуск. Амстердам! Кто это? Я трясутся ручки. Ммм. Ой. Боже. Класс. Всем привет, это мой видеодневник и постскриптум. Что сейчас было? Мы чуть не опоздали на рейс. Бежали в последнюю секунду к стойке регистрации. Совсем потому, что наш отель неправильно рассчитал время. Мы летели на маленьком самолете со стыковкой. Приземлились, приводнились вернее. Ждали каких-то людей, которые опоздали. Мы ждали их 30 минут. В общем, у меня такого стресса не было давно. Потому что я всегда, всегда, всегда приезжаю в аэропорт заранее. В общем, последняя секунда, последняя минута. Но мы здесь и летим на родину. В общем, мы, видимо, никогда до дома не доберемся. И доберемся явно позже. Потому что прямо сейчас, пока мы стояли здесь на взлетной полосе, Столкнулась с два самолета. И нас заставляют выйти из самолета. И тогда вы нас вернете? Но как скоро вы не знаете? Нет, мы все берем. Мы все берем. В общем, мы должны взять все свои вещи, выйти из самолета. И когда в итоге мы полетим, мы не знаем. В общем, что выяснилось. Наш самолет стоял на полосе. Мимо проезжал другой самолет, который задел наш самолет. Я чувствовал толчок. Я просто думал, что багаж грузят. Нас всех высадили. И что будет происходить дальше, мы не знаем. Плюс у нас стыковка в Дохе, на которой мы явно опаздываем. Как мы полетим из Дохи в Москву, мы тоже пока не знаем. В общем, будем ждать. Дружной толпой ведут в какой-то отель. У нас прям пионерский лагерь здесь международный организовался. Зато мы впервые в Мали, а не очень-то и хотелось. Так, нас расселили. Комната, кстати, в отеле нормальную нам на двоих. Будем здесь пережидать. А еще из окошка можно насладиться потрясающими видами. Смотрите, на некую стройку. Вот там местные детишки резвятся. Обещают, что в 20-20 мы вылетим в Доху. Все, можно почитать. Наше приключение мальдивское продолжается. Давай стройку, чтобы быстрее выйти. Зато мы покатаемся на лодке для местных. В общем, сейчас происходит игра. Мы чемоданы и тетрис. Все летят в разные уголки мира. Пересаживаются через Доху. Наших чемоданов, кстати, до сих пор нет. Ох, я был уверен, что мой влог уже закончился. Знаете, это как хорошее или даже не знаю, может быть плохое кино с несколькими финалами. Когда тебе казалось, что фильм уже закончился, а он еще не кончился. А потом опять финал вроде был, а фильм еще не кончился. Вот это про мой влог. В общем, приключения продолжаются. Мы долетели до Дохи с горем пополам. Но нас здесь обрадовали, что до Москвы вместе с Ивановым полететь мы не можем. В общем, я влетаю через два часа. Не нужно быть в Москве рано, чтобы успеть в Тулу на мероприятие, на котором я должен обязательно появиться. А Иванов вылетает следующим рейсом в 7 часов утра. Поэтому сейчас его уже отправили в гостиницу. В общем, мне кажется, этой дороги домой мы не забудем никогда. Спасибо большое, Катар, Airlines, за это потрясающее приключение. Но я знаю точно, что потом мы будем долго веселиться. С друзьями у нас появится новая байка, которую мы будем всем рассказывать, как мы летали с Мальдив домой. Теперь точно все. Больше снимать не буду. Дождусь вылета. Посплю, потому что поспать надо. Спасибо за внимание. В очередной раз ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Это был Rogue of Life. Каникулы. Бонифация.